Всем привет! Я Дана Рожуманова. Сегодня в студии 7. Полторы тысячи казахстанцев просят президента разрешить ученицам молиться в школах и покрыть головы. Что на это скажет в Комитете по делам религии? Ученые изменили состав отечественной вакцины Казвак. Что в ней улучшили и что делать тем, кто уже привился старой версией препарата? Ковид по-прежнему беспощаден к диабетикам. Практические советы, что делать, если ваши близкие страдают от этой болезни? Во всем информационном потоке мы выбираем то, о чем действительно стоит задуматься. С нами все станет понятно. Поехали! Друзья, и начнем с опроса, какой вакцине вы доверяете больше. Голосуйте, а мы пока перейдем к другим темам. В Казахстане решили вступиться за неверующих. Их права будут защищены. Такое заявление сделали сегодня в Комитете по делам религий. Там так и сказали. Появится понятие права неверующих. Итак, сколько у нас в стране атеистов? Актуальная статистика станет доступна после того, как проведут перепись населения. Она, кстати, уже началась. А пока можно руководствоваться имеющимися данными. Так вот, в 2019-м в Казахстанском институте стратегических исследований заявляли, атеистов у нас почти 19%. Как по мне, цифра немалая. То есть почти каждый пятый неверующий. Изменилась ли ситуация сейчас, станет известно по окончанию переписи. Но понятно, что большая часть нашего общества, люди все-таки верующие, к сожалению, бывают в ситуации, где присутствует деструктив. Наших людей вербуют в соцсетях. И некоторым удается навязать свои неправильные идеалы. Да так, что казахстанцы меняют мирное небо над головой и едут туда, где война. История одной из таких героинь, которая бросила все и отправилась в Сирию, расскажет Адиль Балтабаев. По этическим соображениям мы изменили голос женщины и не показываем ее лицо. Да, я видел кровь, органы, детей, женщин. Были там моменты, что даже танки приезжали по живым людям, которые еще не умерли. С ужасами и слезами Зарина вспоминает пять лет, проведенные в Сирии. Женщина уехала туда в переломный момент своей жизни, когда казалось, что все не так и положиться не на кого. Родственники отвернулись от меня, так как я была покрытая. На тот момент разрыв с мужем произошел. Я осталась одна и с детишками. Так получилось, что на эмоциях все так это произошло. То, что я оставил здесь спокойную жизнь и сделал такой очень грубый шаг. Грубые шаги порой делают не только разочаровавшись в жизни, иногда для этого достаточно уйти с головой в интернет. А там целые группы и паблики псевдорелигиозных вербовщиков, у которых только одна цель – завлечь. Сегодня в Комитете по делам религий сообщили, всего за полгода из деструктивных групп в соцсетях удалось вывести больше 84 тысяч казахстанцев. Из года в год количество деструктивных материалов растет. Только в этом году мы уничтожили более 80 тысяч таких материалов. Еще 300 заблокировали. Мы ведем активную контрпропаганду. Для этого готовим специалистов в рамках программы «Смарт-медиа». Более 300 человек уже проходят обучение в этом направлении. Одной из проблем в области безопасности в сети – эксперты считают нехватку контента на казахском языке. Предложение не поспевает за спросом. У нас миллионы людей, которые говорят только на одном языке, на государственном. А контента для него и сферы применения своей деятельности в интернете им не просто мало, а его просто нету, сферы применения этим людям. Поэтому, когда существуют свободные мозги, тем более говорит на казахском языке, мусульманин, молодой, продвинутый. То есть это как раз то, что нужно для всей этой противоправной деятельности. Примером нашей героини Зарины хотелось бы напомнить. Неверная дорога может увезти слишком далеко. Важно вовремя успеть с нее сойти. Мне всегда мой ребенок задавал вопрос. Зачем ты нас сюда привезла? Чтобы мы это все видели. У нее были такие вопросы. А это везде так? Или это только здесь? И мне было очень стыдно отвечать, что это только здесь. Я сказал, что это моя вина. Если куда-нибудь сможете, то меня простите. Религия в многоконфессиональном Казахстане – тема, требующая тонкого щепетильного подхода. Сохранение этого баланса важно было всегда. С учетом того, что происходит сейчас в Афганистане, где к власти пришел талибан, запрещенная, кстати, в Казахстане организация, внимание к религии повысилось. Это мнение подтверждают и эксперты. Давайте послушаем директора Института геополитических исследований Ассалбека Избаирова. Первое, это может быть связано с тем, что после активизации талибов в Афганистане, захвата им власти в Кабуле. Идеология талибана, она, конечно, очень близка к верующим стран Центральной Азии. Это тот же ханафийский мазхаб, это та же матургийская ахида, которую следуют и как талибы, так и верующие в стран Центральной Азии. Раньше было проще террориста обвинить в том, что он является нетрадиционистником, что он является деструктивным, что он ваххабит, салафит и так далее. То есть вывести его из поля было проще. Теперь здесь гораздо будет сложнее, потому что уже нужно будет перестраивать уже таких прямых обвинений того, что он ваххабит или салафит уже не пройдет. И насколько это справится с этим официальным муфтиатом, это мне очень сложно, потому что даже с проблемой салафизма, ваххабизма, муфтиат справлялся только с помощью государства. В общем, сейчас роль институтов, разъясняющих детали, важна как никогда, чтобы в случае чего спокойно, без фанатизма, простите мне этот каламбур, давать полную информацию. Вот, например, на днях больше полутора тысяч казахстанских родителей обратились с необычной просьбой к Токаеву. Просят дать разрешение ученицам носить кемещеки. Это казахский головной убор, который вообще-то обычно носили замужние женщины. И сделать так, чтобы в школах были комнаты для молитв. Что на это скажет власть? Узнаем чуть позже. Комментарий студии 7 даст председатель комитета по делам религий. А мы продолжим. Еще один военнослужащий, пострадавший во время взрыва в Жамбулской области, скончался от полученных травм. Ерлан Каргазалиев работал начальником отделения хранения боеприпасов. И он был в числе первых, кто кинулся тушить пожар на складе. Таким образом, в этих взрывах погибли 16 человек. Команда студии 7 приносит соболезнования родным и близким усопшим. Казахстанские аграрии могут остаться без субсидий. Спокойно. Это только прогнозы, которые сегодня озвучил глава государства. Президент Укаев отправился в Северно-Казахстанскую область с рабочим визитом. Там он и предположил, что субсидии, которые сегодня выдают фермерам из бюджета, могут кануть в лету, а вместо них появятся кредиты под низкий процент. Во время прогулки по пшеничным полям Тукаев намекнул, что это не единственные изменения, которые могут быть введены для сельхозников. Интригу раскроет Сабина Тургаева. Для начала отмечу, что Северно-Казахстанская область – один из наиболее засеваемых регионов страны. Уборочная кампания там стартовала еще 15 августа. И большая ее часть уже позади. Не так давно Аким области Кумар Аксакалов говорил о том, что из-за засухи в этом году местные аграрии могут недополучить урожай. Но президенту докладывал преимущественно об успехах. По итогам года мы ожидаем объем производства продукции на 825 миллиардов тенге, что на 46 миллиардов тенге будет больше, чем в прошлом году. Мы увеличили посевы гречихи в 2,4 раза. И посевы подсолнечника в 2,7 раза. С начала года уже вложено 92 миллиарда тенге. До конца года будет вложено инвестиции в сельское хозяйство области – 134 миллиарда. Тукаев по прибытию отправился сразу на поля, где во время разговора с аграриями признался, что в правительстве его просят ввести экспортную пошлину на зерно. Он считает – рановато. Меня беспокоит снижение экспорта готовой переработанной продукции, в частности, речь идет о муке. Мы традиционно поставляем муку на рынки Узбекистана, Туркменистана, Афганистана. Правительство в будущем ставит вопрос о том, чтобы ввести экспортную пошлину на зерно. Но сейчас, с учетом складывающейся ситуации, я думаю, это делать преждевременно. Поэтому нам нужно, опять же, включать механизм субсидий, с тем, чтобы помочь товаропроизводителям и особенно производителям муки. Обеспечение сельхозпроизводителей современной техникой – еще одна больная мозоль АБК. Тукаев заверил, что по его поручению правительство будет и дальше предоставлять кредиты на эти цели по низким процентам. В целом глава государства остался доволен тем, что услышал и увидел. Видимо, его очень впечатлили доклады аграриев из СКО. На вас возлагается большая надежда. Работайте дальше. Будем помогать. Как говорится, Родина не забудет своих героев. Готовьте грудь для орденов. И вот еще, оказывается, в СКО производят и трансформаторные будки. Теперь будете знать. На предприятии Тукаеву доложили, что они наращивают мощности и 98% товара планируют продавать за рубеж. Еще президент успел посмотреть на то, как собирает сельхозмашины немецкого бренда и пообщался с инвесторами. Всех послушал и успокоил. Страна никого не забудет. Ни рабочих, ни спонсоров. Вроде как у него все под контролем. Сабина Тургаева, Тимирлан Нуртаза. Специально для Студии 7. Хочется верить, что президенту в этой поездке показали не только парадную часть области. В Казахстане за сутки почти 3,5 тысяч человек заразились коронавирусом. Да, в сравнении с тем, что было еще месяц назад, ситуация изменилась к лучшему, к счастью. Если кто забыл, в конце лета люди заражались в два раза чаще. Что изменилось? Во-первых, стало больше вакцинированных. По официальным данным, в стране прививку от ковида получила треть казахстанцев, которым в принципе можно вакцинироваться. И ситуация стабилизируется на фоне других хороших новостей. Наши разработчики вакцины Казвак изменят состав препарата. Каким образом? Заменят уханьский штамм, который ранее был в прививке, на дельту. В формате эксперимента это уже было проделано. Для масштабных целей разработчики ждут одобрения Минздрава. Мы задались вопросом, а насколько вообще эффективна обновленная вакцина? Спросили одного из разработчиков Казвака, Ергали Абдураимова. Когда мы говорим, что мы проведем организацию, мы говорим, что мы изменяем технологические какие-то параметры и изменяем штаммовый состав. Это, в принципе, такая мирно известная практика. Симптомы вакцинации, то есть и множество реакций организма остается теми же. Потому что мы должны понимать, что вирус, он же не коренным образом поменялся, а поменялись отдельные его белки. То есть точные мутации, которые привели к изменению свойств, определенных свойств вируса. Поэтому изменений штаммового состава, то есть вариантового вируса, никаких изменений как в реакции организма, так и в составе, скажем, самого препарата кардинальных изменений уже не будет. И, как утверждают медики, вакцина сегодня единственный шанс остановить мутацию вируса, который изгаляется и находит любую возможность приобретать новые, более опасные формы. По данным Казахстанского общества по изучению диабета, большая часть умерших от ковида страдали именно этим заболеванием. Другими словами, казахстанцы с таким диагнозом чаще подвержены заражению. Вот что об этом говорит доктор медицины Виталий Стецик. Люди с диабетом предрасположены к развитию более тяжелого течения заболевания COVID-19. В общем, люди с диабетом предрасположены к более тяжелому течению любых вирусных заболеваний. Это как общее правило. Однако во время пандемии мы увидели, что у людей с диабетом есть повышенный риск госпитализации из-за тяжелого COVID-19, а также развитие тяжелых состояний, которые требуют лечения в отделениях интенсивной терапии. Данное утверждение применимо как для людей с диабетом первого типа, который вызывается ультаймурным повреждением клеток, которые вырабатывают инсулины, так и для людей с диабетом второго типа, когда возникает устойчивость или резистентность к инсулину. Кроме того, люди с диабетом чаще имеют другие сопутствующие заболевания и состояния, которые сами по себе ассоциируются с риском развития более тяжелого течения COVID-19. Ну, например, такие как гипертоническая болезнь, сердечно-судистые заболевания, ожирение и так далее. По словам медиков, сейчас в такое опасное время страдающим с сахарным диабетом нужно очень внимательно относиться к собственному здоровью и следовать всем рекомендациям лечащего врача. И не стоит думать, что диабет возникает только у тех, кто неправильно питается. Как бы не так. Стресс тоже становится причиной болезни. Виолетта Тельманова продолжит. Каковы причины диабета? Если прогуглить, выходит 4 четких пункта. Генетическая предрасположенность, перманентная терапия хронических заболеваний, несбалансированный рацион, вызывающий ожирение и хронически-эмоциональные и физические стрессы. Но на самом деле этот список можно продолжать и продолжать. У диабета нет четких причин. Если бы мы знали ответы на эти вопросы, это бы не было вообще проблемой для человечества. В настоящий момент рассматривается очень много различных факторов, которые могут привести к сахарным диабетам. О каждой причине подробнее. Генетика. В открытых источниках пишут, что наследственность причина лишь 2% всех форм заболеваний. И многим наследство досталось на самом деле не сама болезнь, а различные предрасположенности. К ожирению, к перееданию и так далее. Кстати, о переедании. А вот какую роль в развитии сахарного диабета играет стресс, расскажет Андрей Ермошин, автор психокатализа. Это метод психотерапии, подключающий внимание человека к телесным ощущениям, что запускает исцеляющую саморегуляцию организма. Человек может жить в двух режимах. Один называется симпатоадреналовый. Это когда он все время в борьбе, волнуется, нервничает, переживает. В этот момент в организме много адреналина, гормона стресса. Задача адреналина какая? Сахар выводить в кровь, чтобы обеспечить мышцы, мозг, сердце и так далее. Чтобы постоянно, если человек все время, вот сейчас тигр нападает на него. Многие люди живут как раз вот в этом режиме, а сейчас тигр напрыгнет. Есть и второй режим, он называется вагоинсулярный. То есть это режим, когда человек отдыхает. Это хорошо, если человек умеет расслабиться, успокоиться. Если он не успокаивается, то фактически все время инсулин, допустим, пытается сделать свою работу. Задача его накапливать энергоресурсы. Адреналин ему противодействует активно. В итоге, конечно, происходит своего рода надрыв регуляции. И не мудрено, что вот этот диабет второго типа... Все причины сводят к одной простой истине. Быть внимательнее к своему психологическому и физическому здоровью. Виолетта Тельманова, Дамелис Басарова, Ермек Махметов. Специально для Студии 7. Рассказав о причинах возникновения сахарного диабета, расскажем и о мерах профилактики. Итак, коротко, что мы можем сделать, чтобы не заболеть? Что нужно делать и наоборот не делать, чтобы не заболеть диабетом? Несколько основных советов. Первое. Стоит отказаться от рафинированных углеводов и сахара. Ну или хотя бы минимизировать их потребление. Ешьте побольше клетчатки, овощей и поменьше обработки. Второе. Очень важен спорт. Пусть это будут легкие тренировки, главное регулярные. Третье. Откажитесь от сладких газированных напитков. Пусть основным источником поступающей жидкости будет простая вода. Далее. Важно избавиться от объективно лишнего веса. Но только не резко и под наблюдением врача. Откажитесь от табака и алкоголя. И проверяйте иногда уровень витамина D. Его дефицит допускать очень нежелательно. Прервемся на рекламу, а после вернемся к теме религии. Что ответят на просьбу желающих покрыть головы и молиться в Комитете религии. Дождитесь. Привет всем, кто только что присоединился. Меня зовут Дана Рожуманова. Это Студия 7. Мы сегодня много говорим о вакцинации от ковида. В связи с чем вопрос, какой прививке вы доверяете больше. Голосуйте. А мы продолжим тему религии. Разрешат ли казахстанским ученицам покрывать головы и молиться в школах? Нам расскажет глава Комитета по делам религии Ержан Нукижанов. Ержан, здравствуйте. Здравствуйте. Есть запрос от родителей, учениц, чтобы им разрешили покрывать головы кемищеком, кстати, и чтобы для них открыли зал для молитв. Что вы на это что думаете? Да, я знаком с данным документом, видел. Ну, вернемся в правовое поле. У нас по Конституции страна светская. Есть у нас закон о религиозных объединениях и религиозной деятельности. Там четко прописано, что система образования, не считая религиозные учебные заведения, они отделены от религии. То есть, там не нормы религии, а регулируются нормами, принятые законами Казахстана и приказ министра образования. Такой приказ у нас имеется с 2016 года. Согласно данному приказу, наши ученики и ученицы должны ходить в той форме, которая четко прописана, в классической форме. Здесь надо однозначно сказать, что у нас нет различия по религиям. Вне школы наша Конституция гарантирует полную религиозную свободу. То есть, здесь нельзя путать вне школы. Любой человек, даже вне учебного заведения, в повседневной жизни, он может одеваться как хочет. Здесь никаких ограничений нет. Но что касается школы, то здесь есть свои обязанности. С внешним видом разобрались. А вот касательно залов для молитв, их тоже, я так понимаю, открывать? Залов для молитв, да, тоже это в данном законе четко прописано, что в государственных учреждениях и в образовательных учреждениях невозможно такое. То есть, религия у нас от образования отделена. Если это не религиозное учебное заведение. Перейдем к другой теме, которую обсуждали сегодня все. Вы взялись за права неверующих. То есть, всегда говорят, ущемлены права верующих, а тут права неверующих. Почему решили вообще заговорить о правах атеистов? Их кто-то обижал? Я говорю, их. Кого-то обижали? Ну, здесь такой интересный факт, что сегодня все именно правами неверующих заинтересовались. Здесь все очень просто. Есть комиссия по правам человека при ООН, рекомендации есть. Есть пакт о политических и гражданских правах. Вот там все прописано, что наряду с правами верующих должны быть соблюдены права неверующих. То есть, мы приводим это к одному знаменателю. То есть, у нас не может быть, как так мы, светское государство, больше прав у верующих или неверующих. Это является просто понятийным аппаратом. Мы четко даем терминологию и научной следе, и в целом, чтобы было полное понимание. Просто, знаете, я могу понять, как можно оскорбить права верующего. И мы, ну, иногда мы слышали о таких историях, да. Но как можно оскорбить права неверующих? Есть такие ситуации? Были такие случаи? Просто мы смоделируем, да, бывают ситуации. То есть, человек верующий, можешь сказать, вот ты человек неверующих, ты неправ. Да. Вот только мои взгляды правильные, по определенным религиозным писаниям надо. То есть, мы четко даем понять, что у неверующих есть свои права. И в первую очередь мы, еще раз я подчеркиваю, светское государство. То есть, мы в своей деятельности государство не идет по религиозным писаниям. Мы идем, развиваемся и принимаем законы согласно нашей Конституции, согласно светским законам. Но это ни в коем мере не говорит, что ограничиваются права верующих. У нас в Конституции четко прописано, нет разделения по расовой, по этнической и по конфессиональной религиозной принадлежности. То есть, все права сохранены. Сохранены, но вы видите, что у нас есть и синагоги, и православные церкви, и мечети. Давайте просто смоделировать ситуацию. К примеру, я неверующая, к примеру, да, и кто-то начинает меня оскорблять. Вот ты неверующая. Они тем самым ущемляют мои права, правильно? Что грозит моим обидчикам? Ну, есть, это уже правовое поле. То есть, в зависимости от степени оскорбления, ну, если вы пожаловались в суд или в правоохранительные органы, то есть, степень и тяжесть решает суд. Это может быть и административная, и уголовная. То есть, если человек призывает к религиозной розни, а это у нас запрещено, ну, человек, согласно закону, будет привлечен к ответственности. А пока какая ответственность, предположения какие-то есть? Это будет штраф, или же это будет что-то посерьезнее? Нет, это уже у нас все уже прописано, все есть. Мы просто этот понятенный аппарат вводим. У нас, согласно Гражданскому кодексу, Уголовному кодексу, все это предусмотрено. За ущемление прав верующих там, я просто не вспомню. Смотря, просто это надо смотреть, смотря какая статья и вообще в тяжесть, к чему это призывает. И уже это определяет суд. То есть, мы только в правовом поле движемся. Это не я, не комитет определяет. Это степень вины, доказанность, недоказанность определяет. В правовом поле суд. И последняя инстанция это суд. Ержан, я хочу вас поблагодарить за то, что вы прям дали такой разъяснительный комментарий. Этого, если честно, очень часто не хватает, когда появляются какие-то новшества. И мы хотим призвать всех государственных служащих, чтобы сразу же приходили в студию Семь и давали все разъяснения. Спасибо вам большое за то, что нашли время. Друзья, а мы сегодня вас спрашивали, вы наверняка помните, какой вакцине вы доверяете. Сегодня мы говорили и об этом, и выяснилось, что большинство опрошенных выбирают спутник ВИМ. Ну вот такие вот результаты. Мы с вами прощаемся, но встретимся завтра в 19.00. Пока. Субтитры подогнал «Симон»